все профессии в геймдеве приветствую разработчики на связи киберстарс энтертеймент в прошлый раз мы разобрали как собрать свою команду разновидности команд и как привлечь людей а из этого видео вы узнаете какие профессии существуют в игровой индустрии и чем занимаются эти люди разберем 40 профессий данное видео разделена две главы первый поговорим про тех людей которые разрабатывают игры а во второй про тех кто их продвигает и поддерживает напоследок поговорим про издателя и градацию опыта у разработчиков в следующих видео мы будем разбирать последовательность создания игр от идеи до реализации как попасть в геймдев индустрию затем поговорим про деньги сколько кто и где зарабатывает цены и общий доход с игр и в последующих роликах мы затронем такие темы как продвижение и пиар и как заработать на собственной игре производство игры делится на два этапа первое это создание сам творческий процесс в нем принимают участие программисты художники и звукоинженеры затем игра тестируется и начинается вторая стадия оперирование это продвижение и поддержка игры нужно сделать так чтобы продукт дошел до потенциального пользователя также нужно поддерживать проект после его реализации чтобы игроки как можно дольше оставались в игре особенно если это онлайн игра глава 1 разработка эйчар он относится к отделу кадров он управляет персоналом эйчар менеджер оформляет людей на работу переводе на другие должности и выполняет другие функции такие как мотивация обучения развития персонала и корпоративная культура обычно на 50 человек один эйчар аббревиатура эйчар расшифровывается как human resources иногда в студиях нанимают человека со стороны это специалист той или иной области например если какая-то военная игра то они консультируются у солдат как ведет себя оружие какие тактики используются и так далее разработчики делятся на три основные категории художники программисты и те кто руководят всем процессом игровые дизайнеры также есть звуковые дизайнеры но это уже больше отдельная каста людей обычно не работают на аутсорсе чем больше компания тем обширнее ответвление от основной профессии и так первая категория разработчиков это художники художники делятся на 2d и 3d художников 2d художники рисуют концепт-арты такие концепт-арты впоследствии отдаются 3d художнику еще не создают иконки интерфейса спрайты текстуры и также могут работать с двухмерной скелетной анимацией которая вытеснила по кадровую анимацию если изобразительное искусство дарит эмоцию то графический дизайн доносит идею это иконки или инфографика 3d художник он же моделлер создает 3d модели по концепциям прикрепляет к ней скелет если это персонаж заодно может настроить и ве сетку после чего эта модель переходит в руки художника и обретает внешний вид затем далее по конвейеру эту модель получает 3d аниматор и оживляет ее 3d художники также могут делиться на тех кто создает органику это персонажей животных или растения и на тех кто делает hard surface объекты с твердой поверхностью транспорт здания и прочее художник по материалам помимо просто раскрашивание персонажей объектов он должен уметь это делать красиво то есть понимать физику света где лучше накладывать затенение и потертости и самое главное чтобы это все не тормозило есть еще такая разновидность аниматора как синематик аниматор помимо просто создание движения он собирает сцену и расставляет свет затем это все рендерит человека объединяющий в себе художника который все создает и рисует и аниматора называется моушен дизайнер еще моушен дизайнеры делают кат сцены или рекламу технический дизайнер это 4 в одном этот человек умеет работать с 2d 3d графикой затем это все анимировать плюс к этому он умеет создавать спецэффекты арт-директор это главный художник который также следит за качеством вторая категория разработчиков программисты основной это программист геймплея он отвечает за фактическое создание игры это механики математические вычисления профайлинг оптимизация и работа со сторонними библиотеками обычно в геймдеве использую c плюс плюс или си шарп в некоторых случаях джава программист искусственного интеллекта в его задачи входят алгоритмы поиска пути и работа с деревом поведений behavior 3 обычно необходимый инструментарий уже интегрирован в движок что касается нейросетей их очень редко используют в играх и написать их можно на любом языке например на c плюс программисты анимаций они работают с айкей инверс кинематик айкей это тип планирования движений при скелетной анимации в режиме айкей дочерний узел при движении влияет на все значения положения и ориентацию родительского сегмента есть еще второй режим fk forward кинематик здесь уже наоборот при движении или вращении родительского элемента это влияет на дочерние узлы также программист анимация работает с анимешин блендинг это смешивание различных анимаций и ай программист и ай это юзер-интерфейс пользовательский интерфейс также можно встретить аббревиатуру джи и ай график юзер интерфейс художник рисует кнопки иконки а программист придает им функциональность это все также реализовывается инструментами движка всех ранее перечисленных ребят можно отнести к фронт-энд программистом это те кто работают с клиентской частью игры к бэк энду можно отнести сетевых программистов они работают с серверной частью с тем что находится за кулисами эти ребята работают с сетевым кодом в мультиплеерных играх есть два вида соединений 1 dedicated сервер он же выделенный сервер здесь сервер запускается на отдельной производительной машине когда один игрок совершает какое-то действие например перемещается по карте его координат отправляются на сервер там обрабатываются и отправляются другим игрокам получается если вы переместились то сервер перемещает вашу копию в игре у других игроков 2 вид подключения listen server прослушивание здесь в роли сервера выступает один из клиентов такой клиент называют хостом то есть игрок одновременно играет в игру и держит сервер на своем устройстве в случае потери сигнала с хостом происходит host migration попросту сервер запускаются у другого игрока сетевой программист старается сделать общение между серверами как можно реже тогда игровой процесс будет более синхронный еще существует около игровые программисты их тоже можно отнести к бэк энду они создают игровые магазины матчмейкинги это подбор игроков по рангу и рейтинги сетевой программист отличается от около игрового программиста тем что он создает вещи которые работают в реальном времени сетевые программисты часто используют язык python ведь он также является серверным языком программирования еще одна разновидность программистов это те которые создают инструментарий такие инструменты сокращают время разработки игры devops программист сокращенно от development and operations это специалист по информационно-технологическому обслуживанию он синхронизирует все этапы создания игры загружают игру в маркеты такие как steam или play market если игра сетевая то находит хостинг и все это настраивает также devops пишет лаунчер если он нужен и работает с обновлениями следующая разновидность r&d программист research and development это такие люди которые исследуют все что происходит вокруг и пытаются создать то что до них еще никто не делал обычно требование к таким людям высокая вплоть до магистратуры еще есть программисты движков крупные трипл эй студии предпочитают использовать свой движок наподобие frostbite или айди тег их код скрыт от общественности такие движки называются проприетарные ну а для инди разработчиков доступны open-source движки такие как unreal engine года или unity хотя unity не такой же open-source еще есть рендер программисты они пишут шейдеры блики тени выпуклости это все шейдеры шейдер это программный код про устройство 3d графики у нас есть отдельные уроки там эти темы разбираем более углубленно full stack разработчик возлагает на себя работу как и с визуальной частью так и с серверной чаще всего этот термин применяется в веб-разработке в средней компании на одного программиста 34 художника третья категория разработчиков аудио инженеры поговорим про звук sound designer обеспечивает игру звуковыми эффектами музыкой и озвучкой для озвучки персонажа нанимают актеров озвучки которые проговаривают реплики и диалоги прописанные сценаристом актеры озвучки это внештатные сотрудники их нанимают на аутсорсе sound designer тоже может быть внештатным и его профессия пересекается с звуковым инженером в геймдеве sound designer и звукоинженер это одно и то же в его обязанности входит поиск готовых звуковых эффектов на различных стоках либо он также может синтезировать свои с помощью специального софта или записывать например если нужны звуки выстрелов то команда выезжает на полигон с записывающим оборудованием еще есть технический sound designer он распределяет звуки по коллекциям изменяет звуковую параметрию и занимается сведением звука технический sound designer это специалист который не только создает звуки но и имплементирует их в игру создает звуковые системы в игровом движке реализует логику звуковой картины и микса в целом оптимизирует нагрузку на центральный процессор и память его должность похожа на звукорежиссера и иногда она переходит в программиста звука аудиопрограммист пишет скрипт который определяет такие функции как громкость звука наложение эффектов и делает возможным запуск таких эффектов как выстрел или шаги действиями игрока также этот человек может создавать звуковые инструменты для саунд-дизайнера он несет ответственность за тестирование и отладку аудиокода композитор в его задачи входит написание музыки или саундтрека к игре это всегда внештатный сотрудник в зависимости от величины проектов звуковой отдел могут входить еще продюсеры и художники по спецэффектам четвертая категория разработчиков game дизайнер это человек который руководит созданием игры game дизайнер должен знать все game дизайнер это тот кто придумывает игру и оставляет свои мысли в дизайн документе это такое описание инструкция для разработчиков что и как будет на какие роли можно разделить game дизайнера концепт художник этот человек зарисовывает свои идеи по эскизам которых моделеры создают окружение и персонажей а программисты все это программируют игровой сценарист он придумывает сюжет пишет сценарий сценарий это последовательность и описание действий также в нем могут быть прописаны диалоги еще сценарист описывает персонажей и придумывает лор лор это история игровой вселенной следующая роль нарративный дизайнер цель этого человека создать повествование через игровой процесс это различные дневники которые можно найти записи на диктофонах то что обычно большинство игроков пропускают также это могут быть подсказки пасхалки отсылки или просто какие-то сцены для донесения мысли нарративный дизайнер внедряет в игру все что придумал сценарист следующая роль которая пересекается с нарративным дизайнером это level дизайнер если это какая-то одиночная игра то level дизайнер старается сделать красивое окружение и делает движение по уровню понятным для игрока это так называемый визуальный язык для примера сойдет подсвечивание важных объектов если речь идет о мультиплеерных играх то level дизайнер делает баланс геометрии уровней например чтобы одной команды не было преимущества на другой виде удобной позиции какой-то щели для простреливания либо более кратчайший путь для захвата точки следующая роль системный дизайнер он работает над игровым балансом строит математическую модель и работает в экселе в общем прорабатывать правила игры пример баланса танк а имеет мало хп это 20 жизней но при этом на его борту огромная пушка урон который 50 единиц а танк b очень крепкий у него 100 единиц здоровья но при этом его орудие это маленькая пушечка урон всего лишь 10 единиц но при этом этим танкам чтобы уничтожить друг друга понадобится два выстрела что маленькому что большому вот это и есть пример идеального баланса есть еще такая профессия как технический гейм дизайнер это гейм дизайнер и программист в одном лице и x дизайнер это еще одна ветвь гейм дизайна часто вне рамках геймдева можно встретить такую профессию как ю ай слэш ю икс дизайнер и викс означает юзер экспириенс можно сказать его и художник рисует кнопки а ю икс расставляет нужные места в геймдеве ю а ю икс разделяются задача игрового ю икс дизайнера объяснять игровые правила игроку и очень хорошо если это не будут банальные подсказки виде текста глава 2 оперирование аккаунт-менеджер поддерживает связь с клиентами он общается с людьми как вживую так и по переписке в его задачи входит поддержка лояльности и общение с заказчиками он собирает отзывы и предложения и отсылает их команде также помогает команде найти выход из различных ситуаций еще он посещает конференции и общается с игроками так называемые навыки soft skills подобным занимается бизнес-девелопер он также следует рынок и собирает пожелания project manager он следит за выполнением обязанностей перед заказчиком следит чтобы сроки для выполнения задач были в пределах нормы и также нужен для того чтобы все участники разработки смогли более эффективно друг с другом коммуницировать комьюнити менеджер он занимается связью с игроками и сообществом в целом он ведет аккаунты в соцсетях анонсируют какие-либо события преподносит людям информацию о будущей игре в этой работе не требует каких-то узконаправленных знаний служба поддержки она же саппорт эти люди решают проблему возникшие у игроков это могут быть технические проблемы или социального характера например один игрок оскорбил другого но это уже больше к онлайн играм когда игра готова и и нужно протестировать так называемый q&a quality assurance контроль качества отдел тестировщиков они должны не только играть в игры а искать баги недочеты следить за качеством и затем отправлять отчеты разработчикам тестирование также может проводиться на стороне издателя локализаторы переводит игру на различные языки локализатор должен знать нюансы культурной и правовой локализации игр знать как правильно произносить те или иные имена или названия локализация почти всегда выполняется на аутсорсе это текст озвучка писания и некоторые изображения редактор в его обязанности входит проверка перевода на предмет терминологического и стилистического единообразия и соответствие другим требованиям указанным в техническом задании аналитик разрабатывает опросы которые будут использовать для определения покупательных предпочтений потенциальных клиентов в геймдеве попросту говоря это информация о том что кому нравится благодаря в дальнейшем собранной информации разработчикам станет понятно что создавать где продавать и сколько за это брать маркетолог тот кто разрабатывает стратегию продаж где будет игра продаваться и как рекламироваться торговые представители они реализуют видеоигры оптовым и розничным торговцам от имени издателя они обязаны знать все о продукте индустрии и потенциальных клиентах торговый представитель он же менеджер по продажам этап оперирования также может взять на себя издатель это отдельная компания со своим штатом сотрудников какие услуги может предоставить издатель предоставить дефкид это оборудование для разработчиков например такое как игровые консоли также издатель может взять на себя локализацию игры маркетинг это рекламные компании в различных соц сетях и прочих интернет-ресурсах рекламные баннеры на улицах и также публикации в различных онлайн или оффлайн магазинах. Еще издатель может привлечь инвестиции и взять на себя работу, связанную с портированием игры на различные устройства. В среднем издатель может взимать с прибыли 30%, так называемая маржа. К ней можно прибавить комиссию магазина 30%, плюс подоходный налог. Итого получается нужно отдать свыше 50%. Издатель может пытаться выжать из игры максимальную прибыль с помощью внутриигровых микротранзакций, тем самым загубив проект. Бюджет маркетинга может быть такой же, как и затраты на разработку игры. Без издателя больше прибыль и больше риски. С издателем прибыль может упасть, но и меньше рисков. Еще издатель может помочь зарегистрировать торговую марку. И лучше, чтобы права принадлежали разработчику. Обычно в IT-индустрии в зависимости от опыта присутствует градация сотрудников. Интерн. Человек, который попадает в компанию на обучение, может получать какие-то небольшие деньги, требования к опыту нулевое. Конечно, эта градация больше зависит от навыков, чем от времени опыта. Но как водится, навыки приходят со временем. Джуниор. Требование. Умение самостоятельно выполнять техническое задание. Опыт. От полгода до двух лет. Миддл. Практически такие же требования, как и к джуниору. В плюс к этому можно добавить хороший навык работы в команде и более сложные задачи. Опыт. От двух до пяти лет. Сеньор. Требование. Уметь самостоятельно выполнять сложные задачи и принимать правильные решения, которые принесут больше прибыли к компании. Также необходимо уметь хорошо работать в команде. Опыт. От пяти до десяти лет. И следующее это скорее ответвление, чем уровень. Тимлидер. Он больше занимается постановкой задач, нежели написанием кода. Также он делает код-ревью. То есть следит за качеством чужого кода. Также тимлид очень хорошо должен работать в команде. Навыки soft skills. Опыт. 5-7 лет. Требования к данным уровням в каждой компании разные. Полный список профессий и ссылки находятся в описании. Присоединяйтесь к нашему геймдев сообществу. Это социальные сети или дискорд сервер. Это один из крупнейших русскоязычных сообществ по разработке игр. Также подписывайтесь на киберстарс. Здесь мы разбираем геймдев во всех подробностях.